Каждый его концерт единственный, поэтому эксклюзивный. Композитор, скрипач Алексей Айги выступил в столице Чувашии вместе со своей группой 433. Юлия Важенина встретилась с музыкантом до концерта и узнала, что он подготовил для зрителей и какие чувства он испытывает, приезжая на родину своего отца, народного поэта Чувашии Геннадия Айги. Десятки порцитур и около ста саундтреков Алексея Айги вместе с ансамблем 433 знают не только в России, но и за рубежом. О его композиции к фильму Валерия Тодоровского «Страна глухих» в конце 90-х перевернули музыкальную жизнь России. Выступление композитора славится импровизацией. Бывает, что даже за час до концерта музыканты могут поменять репертуар. Я еще не знаю, чем будем играть сегодня. Да, дело в том, что у нас заболел один музыкант, и мы будем прямо на ходу что-то придумывать. Когда кого-то не хватает, остальные берут на себя больше нагрузки. Они все стараются и прям так как бы вгрызаются. Ну да, ты чувствуешь ответственность, надо за себя и за другого парня сыграть. Поэтому я надеюсь, что концерт будет хороший. Алексей на родине бывает не часто. Это последний раз в декабре, а до этого шесть лет назад. Поэтому ценители искусства нашей республики стараются не пропускать его концерты. Было сколько лет назад? Лет пять назад. И мне очень вдохновило. И что я захотела еще раз побывать сюда. Это уровень высочайший. Даже и говорить об этом нечего. С удовольствием ходим и слушаем, и наслаждаемся. Так что всегда рады, когда он приезжает. Не часто, к сожалению, это бывает. Для меня сегодняшнее мероприятие нисколько посвящено, может быть, сегодняшнему герою, так, а сколько его отцу. И мне кажется, его сын является достойным продолжателем таланта. Видел его концерты в Москве. Они произвели на меня неизгладимые впечатления. Вот уже 27 лет Алексей выступает вместе с группой, которую сам же организовал. Особенно запоминается название «4.33». Это отсылка к произведению Джона Кейджа с одноименным названием. Ровно столько, 4 минуты 33 секунды, длится композиция, во время которой ничего не происходит. Абсолютная тишина. Это такой символ современного искусства, новых горизонтов музыки. Поэтому мы далеко очень от Кейджа ушли. Это совершенно не тишина 4 минуты, а очень громкой музыки. Но название осталось. Сейчас музыкант работает сразу над несколькими проектами. А совсем недавно у него вышел новый альбом. Кстати, большинство композиций на концерте оттуда.